Какова милота, друзья! Кто в кадре был, уже все прочитали, а мы сейчас повторим, потому что у нас здесь в студии грумер Мария Онегова. Мария, доброе утро! Мария, не одна, а как зовут? Пух! Мы к Пуху перейдем немножко позже. Сначала, Мария, давайте вернемся к той вот черно-белой красотули. Это не ваша собака? Моя. Ваша. Сколько у вас собак? Две. Это и Бетти, да, Сеплавская овчарка. Бетти, как они выживаются? Прекрасно. Прекрасно. Сегодня же праздник доброты, поэтому другой фраза и не звучала бы, наверное. Но вот как они выживаются, мы поняли. Но мне всегда было интересно, когда я узнал, что человек занимается собаками, заводчиками, грумерами, неважно, имеет отношение к собакам, как вообще вы совмещаете работу своих собак и собак, которых к вам приводят. То есть там же надо же любить одинаково в этом случае. У вас же вся любовь сюда уходит, а вам привели там, не знаю, лайк у Тора. И вы вроде должны также его полюбить же, да, чтобы собака почувствовала это. Но это все равно, что спросить воспитателя в детском саду, а как вы любите своих детей и детей, которые к вам приводите. Абсолютно, ну, естественно, это разная любовь. Это мои собаки, это моя семья, по-другому, ну, невозможно относиться к животным. Это моя семья, а то мои гости. А вообще нужно ли, нужно ли любить так? Вообще, что нужно, давайте так, что нужно грумеру, чтобы работа шла вот, ну, как по накатной, кроме любви к собакам, что еще нужно? Не бояться. Не бояться. Очень важно, конечно. Ну, ни в коем случае нельзя заниматься этой профессией, пока есть страх к собакам. Потому что собаки это очень хорошо чувствуют, они это все понимают. И когда человек боится, ну, то есть, там элементарно даже вот такое движение, может дать понять собаке, что ага, так, я тебе не доверяю, потому что ты боишься, ты сам в себе не уверен. Поэтому не бояться быть уверенным в себе и обязательно развиваться. Ну, потому что это не просто подстричь собаку, это история о том, что очень много пород, очень много видов собак, очень много видов шерсти у собак, и все нужно понимать, и все нужно знать, чтобы не навредить, потому что ты работаешь как раз таки с чужим животным, который для кого-то является членом семьи, поэтому... Мария, угостите уже, он так долго смотрит на вас и внимательно. Скажите, пожалуйста, вот, так даже ты не умеешь, Ген. Скажите, пожалуйста, почему, Мария, вы когда-то вообще пришли в эту сферу? Четыре года назад, да. Четыре года назад. Я вот на вас смотрю, вы же такая хрупкая, такая маленькая, а собаки-то бывают, достигают размеров о-го-го. Да. Как это получилось? Появился он. У меня появилось, да, я очень много лет отработала в сфере гостеприимства, общественного питания, потом у меня появилась собака, я уволилась и решила, что было бы круто найти работу, в которой возможно совмещать и общение со своей собакой, и развиваться в этом. Я не знала, что существует груминг, я не знала, что существует вообще какая-то работа, в которой можно это совместить. Но так получилось, что когда ты хочешь заниматься своим делом, просто все складывается по накатанной, и ты оказываешься там, где нужно, в нужное время встречаешь нужных людей, со мной так и произошло. Поэтому четыре года назад, когда я начинала этим заниматься, мне казалось, что, ну, я просто попробую. Ну, это прикольно, классно, как новый вид деятельности, хобби, я не думала, что это будет моя работа. И понеслось. А потом, да, а все, невозможно остановиться, как наркотик. С момента, как к вам приходит хозяин собаки и говорит, можно ли постричь моего плитомца, там постричь, там привести порядок, до момента, как он забирает уже свое чудо готовое. Вот что самое сложное вот в этом промежутке? Самое сложное с новенькими собаками, которые впервые приходят, уже возрастные, ну, то есть в молодом возрасте собаку не приучают и приводят, допустим, в два года, да даже в полтора года собака, когда впервые оказывается у нового человека, происходят какие-то новые манипуляции, которые неведомы ей, она не понимает, что будет происходить. Самое сложное найти контакт с собакой, дать ей понять, что, ну, то есть за вот эти полтора года, грубо говоря, у тебя есть два часа, чтобы объяснить собаке, что сейчас будет происходить, что она не умрет, что ничего страшного не произойдет, она уйдет с ушами, с хвостом, найти контакт, самое сложное. А потом, когда это уже постоянные твои клиенты, они к тебе прибегают, они тебя рады видеть, у них все классно, ничего сложного нет. Ну, и все-таки, Мария, я так как хозяйка такого же шпица, как и у вас, знаю, что стрижку все равно можно начинать с определенного возраста, вот потому что может пострадать структура шерсти, они склонны к облысению, или это индивидуально? Индивидуально, все породы индивидуальны, мы сейчас говорим о шпицах, шпицы, да, они, в принципе, это является нестригущейся породой, их можно и не стричь, но приучать щенка к грумингу необходимо после того, как он пройдет вакцинацию и пройдет карантин. Как только вы прошли карантин, обязательно всем советую начинать водить собаку к грумеру, особенно если это собака, которая требует большого ухода, такие как шпицы, пуделя, которые самостоятельно дома редко хозяева могут справиться с колтунами или там помыть лапы, а потом не высушить и появляются колтуны. Ну, в общем, щенка нужно водить к грумеру, как только вы прошли вакцинацию и карантин. Хуже ему от этого не будет, это социализация, это обучение животного, он будет понимать, что это не страшно и в дальнейшем собака будет чувствовать себя классно, комфортно на столе у любого мастера. Вы же, кроме того, что профессиональный грумер, вы же еще и дрессировщик-любитель, но я хочу просто, чтобы продемонстрировали, что пух, какие он умеет творить чудеса, а для некоторых это, конечно же, чудеса, чудеса, те, бывает, и бывает, да. Ну, пожалуйста, собака раз и села. Другой. Другой. Другой так не делает. А давай, нос. Молодец. У нас заканчивается еда. Давай. А время у программы-то не заканчивается. Еще. Давай. Молодец. А поворот. Хорошо. Какой молодец. Мария, пообещайте, что вы сегодня его чем-то особенным угостите. Как будто бы сейчас вы что-то стандартное даете. Мария, ну, а вот за эти 4 года была какая-то вот прям необычная порода, вот прям, что вы ходите и вот уже вот 4 года думаете о том, что нифига себе, я как бы кого видела, кого стригла. Или стандартные приводят в основном? У меня разные бывают породы, я пытаюсь вспомнить. Ну, моя любовь из нестандартных, которых редко можно встретить на улице, это леонберги. Это кучерявый? Это очень, ну, это большие, это гиганты, они относятся к собакам-гигантам. Леонберги, я работаю с большими собаками в основном. Водолазы, ньюфаундлеры, это тоже для меня моя изюминка в коллекции, потому что они потрясающие. Из внешнего вида, ну, это китайские хохлатые. Ну, и хватит. Меня уже сейчас удивили, я уже немножко подзавис. Мария, ну, и хочется все-таки, не называя определенных цифр, конкретных цифр, хочется все-таки услышать. Дорогое ли удовольствие вот постричь собаку в наше время, привести в порядок? Я знаю, вы скажете, скорее всего, что зависит от породы, да, индивидуально, но тем не менее, вот вы же не просто там привели к вам, просто постригли, то есть там какие-то процедуры какой-то ряд. Я вам скажу так. Если мы смотрим в совокупности поддержание здоровья животного, то это недорого, потому что гораздо дороже запустить собаку, а потом пытаться восстановить ее внешний вид, ее физическое состояние, потому что груминг – это не про красоту, груминг – это про уход и про необходимость, потому что чем лучше и качественней и раньше вы начнете заниматься не просто стрижкой собаки, а еще и комплексным уходом, потому что купание с хорошей косметикой, стрижкой когтей, чистка ушей – это не про красоту, это про здоровье, это необходимо, и поэтому в совокупности это недорого. Сходить один раз в месяц и привести собаку в порядок, так вы еще и будете получать удовольствие от того, какая у вас классная, чистая, ухоженная собака, и поэтому я считаю, что нет, это очень дешево. Слышал бы у вас сейчас мой дядя Саша собаку стричь, купать. Ну, на самом деле, конечно, друзья, советуем вам и желаем вам, чтобы ваши потомцы всегда так же прекрасно выглядели, как, ну, хотя бы как Пух, хотя я думаю, что он наверняка сегодня не выспался, а может и выспался. У нас в гостях была Мария Онегова, грумер и ее замечательный Пух, и вообще, друзья, всем праздника, доброты, собак, всем всего хорошего. Мы продолжаем, кстати, совсем скоро.